Главный следователь России — большой любитель прекрасного. Он пишет стихи о любви, Париже и Алексее Навальном, а также печется о традиционных ценностях и нравственном воспитании молодого поколения. Однако вряд ли он сам хороший пример для молодежи. Среди его друзей — криминальные авторитеты. В его послужном списке угроза журналистам и сфабрикованные уголовные дела. В числе его главных увлечений — продолжительные попойки. Часть первая. Староста Путина. Александр Бастрыкин родился в 1953 году в Пскове. Отец прошел войну на флоте, после работал электрогазосварщиком на судостроительном заводе. Мать пережила блокаду Ленинграда, воевала с зенитчицей, вплоть до выхода на пенсию трудилась на оборонном предприятии. Окончив школу, Бастрыкин поступил на юрфак Ленинградского государственного университета и оказался там в одной группе с Владимиром Путиным. Бастрыкин был в группе старостой, и прозвище «староста» осталось с ним на всю жизнь. В 1975 году, после окончания университета, его по распределению направили работать следователем. Параллельно, Бастрыкин преподавал на кафедре уголовного права и криминалистики родного факультета. В 80-х будущий глава Следственного комитета вел идеологическую работу в Ленинградском обкоме ВЛКСМ и порткоме КПСС ВЛГУ. Часть 2. Авторитетный следователь. Крах советского режима не сильно сказался на жизни Бастрыкина. Он, как и прежде, преподавал в различных петербургских вузах и продвигался по служебной лестнице в структурах МВД. После прихода Путина к власти Бастрыкин возглавил Главное управление Минюста по Северо-Западному федеральному округу. А всего через несколько лет оказался руководителем выделенного из Генпрокуратуры Главного следственного органа России Следственного комитета. Назначение Бастрыкина вызвало ликование у лидеров Тамбовско-Малышевской ОПГ. Прослушки их переговоров опубликовала испанская полиция, которая в 2007 году следила за Тамбовскими по делу об отмывании денег. В день одобрения кандидатуры Бастрыкина один из главарей группировки Геннадий Петров поздравлял своего подельника Леонида Христофорова. А вот так Петров обсуждал с бастрыкинским помощником Игорем Соболевским вечеринку в честь назначения. Мне сейчас Сарко звонил. Он о чем попросил? У него на следующей неделе, в четверг или в пятницу, он соберет маленькую компанию и будет по поводу своего назначения. Он попросил меня, чтобы я, если это возможно, через себя устроил встречу. Не встречу, а попросить того человека, с которым они должны были в Питере встретиться, чтобы он там в Москве к нему приехал на это праздновать. Значит, я тебе сразу говорю, что там будет пять человек, пять человек, вот, но все эти люди, значит, ну, сам понимаешь, кто. Всего через месяц соперника Петрова, ночного губернатора Санкт-Петербурга Владимира Барсукова-Кумарина, арестовали, и Геннадий Петров занял его место. Это далеко не единственный случай, когда Бастрыкин помогал мафии. В январе 2015 года в Вене задержали одного из самых разыскиваемых в России преступников, главу банды вымогателей и убийц Аслана Гагеева, он же Джако Кровавый. Гагеев дал показания о том, что ежемесячно платил Бастрыкину за покровительство больше миллиона евро. Дружил президентский староста и с другим криминальным деятелем, экс-сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем. Когда в 2019 году Арашуковых задержали по обвинению во множестве тяжких преступлений, в прессе всплыли любопытные подробности. Оказывается, глава СК не раз посещал их семейное поместье. Александр Бастрыкин и сам не чужд бандитских методов. В 2012 году вышла статья журналиста «Новой газеты» Сергея Соколова об удивительно мягком приговоре одному из членов банды «Цапков», ответственный за громкое убийство 12 человек в станице Кущевская. Материал настолько задел Бастрыкина, что тот приказал охране вывести Соколова в лес, где лично угрожал журналисту расправой. При Бастрыкине Следственный комитет поставил на поток фабрикацию уголовных дел по политическим мотивам. Среди прочего, он добился возобновления дела Кировлеса против Алексея Навального. Преследовал активистов, связанных с Михаилом Ходороковским правозащитных организаций. Пачками возбуждал дела против участников несанкционированных акций протеста. С началом так называемой спецоперации Бастрыкин плотно занялся несогласными с войной против Украины. Начинал спецоперацию на Украине по решению президента 24 февраля. И вдруг, очень быстро, начались беспорядки, массовые протесты. И в Москве, и в Питере я дал команду, признаюсь, жестко возбуждать дела, арестовывать и подслуживать. Само собой, разумеется, что в условиях войны, наиглавнейшей задачей своего ведомства, Бастрыкин видит расследование выдуманных преступлений украинских нацистов. Часть третья. Иностранный агент. Как и прочие путинские друзья, сегодня Бастрыкин рассуждает о тлитворном влиянии Запада на российскую молодежь и скорой гибели Европы. Православие, самодержавие и народность. Вот основа российского образования. Что американцы, англичане, кто-то еще предложили бы нам такую концепцию российского образования. Однако больше 10 лет назад Алексей Навальный выяснил, что глава СК обзавелся видом на жительство в Чехии, стране НАТО. Он получил его в 2007 году, занимая пост замгенпрокурора и имея допуск гостайне. Вскоре новая газета обнаружила у жены Бастрыкина квартиру в испанской Тарьевьехе, в центре курортной зоны Коста-Бланка, на побережье Средиземного моря. Она владела этой квартирой с 2007 по 2011 год, когда Бастрыкин уже был председателем СК. Закон обязывал Бастрыкина указывать в декларациях имущество супруги, однако он не сделал этого. Впрочем, это не самый большой секрет руководителя Следственного комитета. Не хуже настоящего шпиона он долгие годы скрывал внебрачного сына. Как выяснилось, тайного отпрыска Бастрыкина зовут Борис Ревнов, и он работает в Конституционном суде. Официального сына Евгения Бастрыкин пристроил на непыльную должность в администрацию президента. Одно из самых странных увлечений Бастрыкина — низкопробные стихи об Алексее Навальном. Под псевдонимом Станислав Струневский он написал несколько десятков таких стихов и разместил их в открытом доступе. Типичное стихотворение о Навальном звучит так «Гнида ты, Навальный, о параде, мерзости такие говоришь, Как чурбан в сортире в грязном шарабане, ты кругом дерьмом своим смердишь». Одно из стихотворений под названием «Навальный лупой обзавелся» председатель СК посвятил самому известному мему о самом себе. «Навальный лупой обзавелся, наверное, глаз опять заплыл. Бедняга в Твиттере изнылся, как мало глаз зеленым был». В 2019 году журналисты обратили внимание на опубликованное пресс-службой СК видео личного приема граждан. Во время встречи Бастрыкин в какой-то момент смотрит через лупу на экран ноутбука. После волны шуток в интернете он совершенно серьезно пытался доказать, что лупа позволяет увидеть больше деталей, чем цифровое увеличение. «Вот я специально принес, чтобы немножко вас развеселить. Вот, что это такое, товарищи? А? Лупа? А что такое мем молодежи? Мем? Виртуальный мем?» Видимо, так и не разобравшись, что такое интернет-мем, Бастрыкин начал проверку в отношении исполнителей Оксимирона и Нойза МС, прочитав шуточный донос. А рэпера Моргенштерна и вовсе обвинил в торговле наркотиками в соцсетях, после чего тот покинул страну. Экстравагантное поведение Бастрыкина может отчасти объясняться пристрастием к алкоголю. По словам близких знакомых, Бастрыкин оборудовал отдельную закрытую зону в главном здании Следственного комитета, где проводят шумные и долгие застолья. Эпилог Александр Бастрыкин добрался до вершины силовой иерархии в России, так как был однокурсником президента и партнером Тамбовско-Малышевской ОПГ. Бастрыкин из тех людей, на чью лояльность можно рассчитывать безусловно, ведь после ухода Путина он быстро превратится из главного следователя в одного из главных обвиняемых. Продолжение следует...